Сегодня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. В октябре 1941 года, в ходе стремительного наступления, германские войска вплотную подошли к Москве, на оборону которой были брошены последние резервы Красной Армии. Советским командованием организовывались оборонительные рубежи. Жителями подмосковных городов в спешном порядке рылись окопы и траншеи, ставились противотанковые и противопехотные заграждения. Готовясь к отступлению, советские военные минировали и взрывали стратегически важные объекты – мосты, шахты, плотины, железные дороги. Несмотря на упорное сопротивление, немецким частям удалось рассечь советские войска, в результате чего в окружении попало более 600 тысяч советских солдат. В тылу врага были сформированы партизанские отряды, которые, пытаясь прорваться к нашим войскам, наносили немцам существенный ущерб. Давай, давай сюда! Здесь, здесь, сини! Ниже крепи! Немцы! Там немцы! Хлоп, справа они! Товарищ военный инженер! Товарищ военный инженер! Там немцы! Где? Там, на том берегу. Уже совсем рядом. За мной! Немцы! 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 Продолжение следует... 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 Ого. Как он? Ждал тебя, конечно, но постепенно привыкает. Спасибо. Таким образом, согласно директиве номер 148 от 29 июня 1941 года по усилению борьбы с уголовной преступностью, дезертирством и мародерством патрулю проявлять максимальную бдительность. Особое внимание уделять объектам торговли и финансово-хозяйственного назначения. При выявлении правонарушений проявлять самые жесткие меры по их пресечению. При малейшем сопротивлении оружие применять без предупреждения. Все ясно? Так точно. Для усиления каждому патрулю будет придан боец оперативно-комсомольского отряда, который почему-то опаздывает. В гражданской патруле плохая примета, товарищ капитан. Толку никакого, а случай что еще отвечать за них? Товарищ капитан, командир оперативно-комсомольского отряда Жихарева. Почему опаздываете? Объявляю вам выговор. Хорошо. Нехорошо, а есть, товарищ Жихарева. Есть выговор, товарищ капитан. Встать в строй. Инструктаж проведет старший патруля во время маршрута. Все, кто не получил оружие, следовать за мной. Остальным приступить к службе. Разойтись! Мало того, что гражданский, так еще и баба. Опять вы? Опять я. В Москву. Пошли. Ничего, там мы устроим теплый прием. На Дашу-Курепп район иногда бы несколько налетов было. А у вас осколочная? Шальная. Если не хотите, вы можете не рассказывать. Да тут и рассказывать нечего. Мы должны были ее плотину подорвать. А тут немцы. Пришлось вступить в бой. И как назло взрывом провод перебил. Я и пополз. Обрыв нашел уже. Самая плотина. Скрипел провода. Да. Кричу нашему инженеру, рви, а он смотрит на меня и... И дальше взрывок. Граната взорвалась. Ну, а потом что? А потом я очнулся к другому немцу. Не знаю, почему не заметили. Наверное, подумали, что я мертв. До полского, как до воды, а там дальше вплать. А инженер? Почему вы спрашиваете? У меня муж в инженерных войсках. Я о всех инженерах переживаю. Вера, я, наверное, должен вам сказать... Видите? Вроде фонариком подсвечивает кто. А что там? Да пес его знает. Вроде склад какой-то. Это магазин. Товарищ Жихарева. А? Бегом к ближайшему телефону. Диденко со мной. Да. Ну, приятного аппетита. Тут уж пацаны. Да вы шо ж творите-то, а? Вы что, не знаете, что за такое полагается без суда и следствия? Нам сказали, все равно, скоро немцы придут. А кто сказал? Да, а ну-ка, а ну-ка, давай на выход. Давай на выход. И давай... И смотри, стреляй без предупреждения. Руки. Стоять! Все, финиш. Прибежать. Да брось, вояка. Ну, ты же не легавый. Давай разойдемся краями. По-доброму был. Так и я о том же. Морды вниз. И тише воды, ниже травы. Ну, смотри. Сам нарвался. Сука, подву! Сука! 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 Я его убила? Живой. Я думал, уже все. А ну, иди. Ну, как ты, сержант? Да, жив. А что у вас? Один готов. А этот он живой, сволочь. Надо до трибунала. А что с этим-то делать будем? И там разбираться не будут, кто меня пырнул. Как вас угораздило с бандитами связаться? Они же вас как овец, но оба вперед себя поставили. Простите, пожалуйста, мы больше не будем. Честное слово... Комсомольцы? Ваше счастье, другой разговор был бы. Пустите их. Расстреляют же дураков. А если это взболтнет? Скажем, что не догнали. А вы завтра, в десять часов, чтобы были около райком комсомола, поедете укрепрайон строить. И не смейте увильнуть, я вас запомнила. Ну, чего стои? Бегом марши, чтоб пятки сверкали. Ну, еще быстрей! Бегом! Бегом! Двое за мной! Иди помоги! Есть! Давай! Тяжелый гад! Давай до Волкова! Куда взяли? Бронитанков! Ну, вот и отписались. Мне кажется, по поводу сбежавших, наверное, не очень поверен. Зато мы три жизни спасли. Доброе. Четыре. Если бы не вы, то меня наверняка бы. Так, каждый поступил. Не скажите. Я пойду. А можно я вас провожу? Как хотите. А вы двойные какие обработали? Да шиферил по нем надо. А знаете, что Петр означает камень? Как ты не задумался? Напрасно. Хорошее имя. Значит, крепкий. Не прошибешь. Такие сейчас нужны. Моего мужа, например, Борис зовут. Значит, борец. Он, когда на последнем курсе учился, его поставили бригадиром на прокладку высоковольтной линии. А там по линии деревья росли. И на дном дереве он увидел гнездо. А там птицы. И он наотрез отказался рубить. Вроде приказ обязан, а он отказался. Борец. Очень зябко. Зато красиво. Это красиво? Я сейчас вам покажу, где красиво. Идемте. Это наше место. Я сюда прихожу, когда уж совсем не в дому году. Как будто и войны нет. Душевно. Говорит Москва. Новости последнего часа. В течение ночи наши войска продолжали вести бои на всем фронте. Особенно ожесточенные бои шли на Западном фронте. Близ городов Неберова, Голицына, Алимов. Вероломное военное нападение китлеровской Германии на нашу... Это уничтожить? На погрузку. Это уничтожить? А учетный архив куда? Сейчас Горин приедет. Это на погрузку, он решит. Вера, пойди сюда. Тут учетный архив, его куда? Все, туда бросай. Это на погрузку. Что-то случилось? Да, случилось. Только что мне это вручила полномочная особого отдела НКВД. Борис сдался в плен. Я в это не верю. К сожалению, это установленный факт. Показания свидетелей на второй странице. Особист хотел с тобой поговорить. Я сказал, ты будешь только вечером. Зачем? Мне нечего скрывать. Ты что, не понимаешь? Чем это грозит? Забыла что ли приказ 270? Об ответственности за сдачу в плен. А если он был без сознания, когда его немцы взяли? Такое тоже может быть? Да все может быть. Только... Я могу что-то для тебя сделать? Мне надо отправить мать и сына. Хорошо. До вечера успеют собраться. Можно я на меня еще раз взглянуть? Я могу... Я не могу... Аingo, я не знаю. Я ловлю. Это меня желает. Я пришлюх. Я ловлю. Мне нравится. Я ловлю. Вера, левый. Раз, два, три. Шире шаг. Не растягивайся. Вера, я. Вера, ну подождите. Куда же он? Ну? Вера, я должен вам сказать… Все, что я должна знать, я уже знаю. Больше, что ничего нового вы мне не скажете. Всего доброго. Тихо. Поедешь с бабушкой на грузовике в путешествие. Да? Потом на поезде. Это наш грузовик? Чужой грузовик. Не наш. Но зато грузовик. Да. А там ты пойдешь в садик. У тебя будут новые друзья. Туда мы сейчас пойдем. А там много грузовиков. Много грузовиков, да. Но нам нужен один такой. Зеленый. Видишь там? Вижу. Зеленый? Зеленый. Да. Вот смотри, мы уже пришли. У тебя такая игрушка есть. Сейчас. Ты теперь за главного. Да? Будешь следить за бабушкой. Да? А я скоро приеду. Да. Мама. Я вас очень люблю. Я скоро приеду. Олег. Да, я буду. Я люблю тебя. Ты будешь хорошо. Да. Будешь хорошо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Поехали! 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 Вы можете вернуть к нам! Поехали! 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 Звук недостатчиков она записаны на экспедиции Кожundras. Кожna, ж интервью! Кто прожился Кожundras? В течение ближайших трех часов все граждане должны явиться в комендатуру для постановки на учет. Тем, кто сообщит новому правительству сведения об оставшихся в городе партийных активистах, коммунистах, комсомольцах и членах их семей, будут обеспечены дополнительные преференции. Сведения о вышеупомянутых лицах вы можете сообщить в письменной или устной форме. Вот она. Стоять! 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 Вся! Вся! Стоять! Стоять! Уставь! Ни укрой! Ап ông! То есть вы? Чё, сдадите? Зачем вы меня сюда притащили? На рассвете мы вас уведем из города. То есть вы? Спасибо. А мешок зачем на голову надели? Никто не должен знать, где это место. А если вас поймают, вам же легче будет. Вы ведь и правды не знаете. Вам тоже спасибо. Если б тогда вы нас не отпустили, значит, теперь мы в расчете. Дальше я сама. Удачи вам, ребята. Вам тоже удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как здесь оказались? Так же, как и вы. От немцев прячутся. Мы от них не прячемся, как вы заметили. Юровских! Доложите о потерях. Потерь нет, товарищ полковник. Там троих зацепило, но это так, ерунда. Зато этих почти сорок штук. Как? Товарищ полковник, некоторым сбежать удалось. То, что потерь нет, это хорошо. А что сбежали, это плохо. Уходим. Командуйте. Есть. В колонну по два! Становись! Ну что, вы с нами? Почему это должна с вами? Немки сегодня крайне недружелюбны. Счастливо оставаться, барышня. КОНЕЦ 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 Противник нейтрализован! Согласен. Копать, колотить. Куда ты денешься? Фух! Становись! Товарищ старший лейтенант государственной безопасности, учебная задача выполнена. Диверсионная группа учебного противника нейтрализована. Потерь среди личного состава нет. Командир группы захвата курсант Стрельченко. Вольно разойтись. Вольно разойтись! Стрельченко. Ваша успеваемость весьма похвальна. Разве что. Взрывное дело малость покинуть. Очень скоро у вас будет такая возможность. Только в боевых условиях. Для выполнения задания вам поручено отобрать десять человек из числа курсантов. На ваше усмотрение. Вопросы есть? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Время пошло. Есть. Разрешите? Да, да. Товарищ капитан государственной безопасности, курсант Стрельченко по вашему приказанию прибыл. Проходите, товарищ Стрельченко. Прошу. Вам знакома эта местность? Так точно. Я здесь выходил из окружения. А что вы можете сказать о плотине в этом районе? Я уже рассказывал об этом случае не один раз. Илья, не обои. Меня интересует ваше мнение о ней как потенциальном объекте. Объект как объект. Хорошо храняется. Это еще мягко сказано. Данная плотина является ключевым звеном районной энергосистемы, которая обеспечивает электричеством ряд важных объектов, которые мы, к сожалению, не смогли уничтожить при отступлении. В том числе и завод по производству высокотехнологичной стали. Понимаете? Так точно. Исходные материалы для танковой брони. Именно. Кстати, что с вашей группой? Группа полностью сформирована и готова к выполнению заданий командования. А вот эта плотина и будет вашим заданием. Вы должны будете ее уничтожить или нанести такие повреждения, чтобы восстановлению она не подлежала. По крайней мере, в ближайшие месяцы. На подготовку сутки. Вопрос есть? Мы действуем одни или... Или. На месте вас встретят товарищи из местной парт-организации, наши подпольщики. Они же ведут вас в курс дела, обеспечат взрывчаткой. Еще вопросы? Вопросов нет. Разрешите идти. Идите. Значит, говорите немцы уже под Москвой? Веселенькое дело. Тут я второй день канонады не слышу. А вы давно так выходите? Да, почитай из-под самого Витебска. Каждый раз по яме. По-разному бывало. В нашем положении вступать с фрицами в открытый бой было бы глупо. Но в этот раз не выдержали. Мне людей из деревни согнали. Хотели расстрелять. Одно мои. Они потом сутки у нас на хвосте висели. Льгот на себя чувствуют. Собаки, как дома. Уже не чувствуют. Товарищ полковник, там самолеты. Гасить костры? Не надо. Усильте всю эту маскировку. Пускай люди отдохнут. Есть. На Москву пошли. А вы как за линией фронта оказались? У меня муж. Офицер инженерного полка. Я ищу. Он без вести пропал. Да. Третий раз здесь воюю. Но чтоб так драпать впервые. Почему в третий? Империалистическую. Гражданскую. Вот сейчас. А вы места эти хорошо знаете? Знаю. Идите-ка сюда. Вот про это болото что скажете? Так это в обратную сторону. Там все болота глухие. Немцы тоже так думают. Товарищ полковник. Пожалуйста. Каша готова. Приятного аппетита. Спасибо, Максодов. Ты вот барышню лучше накорми. Идите. Поешьте. И отдохните. Спасибо. Юровских. Здесь. Присядь. Пойдем через это болото. Вот сюда до Спаска. Реку перейти можем по плотине. Надо завтра проверить, не взорвана ли она. Так это ж мы к Фрицу в тыл прямо. Правильно. Этого они от нас не ожидают. А потом резко на север. Вот в этот лесной массив. И пускай они нас там ищут. 150 километров крюк. Правильно. Хитро, товарищ полковник. Ну вот как-то вот так. Марлен. Кыз. Там ахшесимба. Что, простите? Кушать будешь. Очень вкусно. Да, я... Сейчас буду. Спасибо, товарищ Максудов. Пожалуйста. Меня Бахтевер зовут. А меня Вера. Очень приятно. Нем, тут всего с десяток. Может, управимся, а? А пулеметы? А я пулеметчиков первыми срежу и никого к ним не попущу. А вы в это время атакуете. Поживем, увидим. А это еще кто? Да черт его знает. Смотри. Видать, какая-то шишка важная. Видать, и уезжать будет один. Может, напрямки через лес тут близко? Срежем, языка и возьмем. Как считаешь? А что, сейчас нас со всех сторон обложат? Давай без фанатизма. Уходим. Ладно, уходим. В общей сложности, их там не менее трех десятков. Из серьезного оружия, у них только пулеметы. Штуки три. Еще там военнопленные были. Немцы их на работах используют. Сколько? Ну, а я насчитал человек четырнадцати. Охранят их так себе. Скорее приглядывают. Я считаю, все равно здесь не пройдем, товарищ полковник. Другой путь искать, что ли? До следующей переправы сколько? Сорок километров. До нее еще дойти надо, да и то что дойдем, не факт. А если попробовать привлечь войну для них? Товарищ полковник, а вот это привлечь-то в каком смысле? Подать им сигнал, скоординировать наши действия. Как вы считаете, барышня? Ну, если их плохо охраняют, то они действительно могли бы нам помочь. Нет, мысль, конечно, замечательная. А как мы этот сигнал подадим? О, работает. А звук у морза? Точно. Ну, а если никто из них ее не знает? Придется довериться в случае. Надо придумать, чем отвлечь немцев. Всем все ясно? Да. Тогда готовьтесь, свободно. Товарищ полковник, у нас много завтра шансов? Шансов много или мало не бывает. Он либо есть, либо его нет. У нас шанс есть. А вот получится ли его использовать, это вопрос. Но мы приложим все силы. И это я вам обещаю. Спасибо. Пока не за что. А вот когда мы присоединимся к регулярным частям Красной Армии, вот тогда вы не отвертитесь. Тогда шоколадка и коньяк, как минимум, КВ. Договорились. Но я хотела бы тоже унести свою элиту. У меня есть идея. Идея? Это хорошо. Похоже на мордянку. Просит подать знак, если мы их поднимаем. Как думаешь, кто это? Окруженцы. Да какая разница? Главное, что наши. Они будут прорываться через плотину с той стороны. Нужно помочь им. Ну как? Нужно захватить пост на этой стороне. Вот он. Можно попробовать. Только если очень быстро. Нашим бы как-то предупредить. Не надо. Когда в ночном у них не будет выбора. Да. Это знак. Ты че? Давай. Держи! 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 Вперед! Огонь! Что здесь тут? Эй, в этой плампе! Отходите! Прекажите веро, дэшенэй! Откуда? Вперед! 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 Бич Монтакоев, линкор Морад, Балтийский флот. Лейтенант Симки, 41-й истребительный авиаполк. Я так понимаю, товарищ полковник, вы главный? Правильно понимаете. Все подробности потом. Юровских! Здесь! Собрать оружие и документы! Есть! Так! Отряд, слушай мою команду! Собрать оружие и документы! Стройца! Рацию нашли, вроде работает. Отлично. Надо взять ее с собой, связь нам нужна. Слушаюсь. Товарищи, за помощь спасибо. Все вновь прибывшие будут зачислены в отряд. Селиванов! Я! За пулемет и объявляю благодарность! Служу Советскому Союзу! Отряд! Слушай мою команду! Далее! О! Давай команду, уходим. Шагом! Марш! Вера! Да? Ну как вы? Не замерзли? Нет, ничего. Так нормально. Я бы хотела… Я все понимаю. Давайте потом. Догоняйте отряд. Давайте! Бегом, бегом, бегом! Есть! Быстрее! Ну, вот как-то так. Внимание всем! Через три минуты будем на месте. Высадка не в центре сигнальных костров, а не менее одного километра справа. Зарачи сдержать пучность. До тех пор, как бы не соберемся вместе к сигнальным кострам, я бы хотить. Все ясно? Готовься! Мудришь ты, командир! Бережу, Аллава Бог, бережу! Пошли! Тихо! Свои! Где остальные? Не знаю. Я никого не видел. Я это, парашют с дерева снять не смог. Ничего. В другой раз снимем. Егоров где? Да куда я денусь? Давайте в темпе вальца. Значит, еще двое. Это на север. С полдверсты отсюда. Так, колонна по дому. Гальский со мной. Егоров, замыкающий. Есть. Понеслась, товарищи. Давай. Давай сюда. Что у вас? У Бушуева нога сломана. Аж кость торчит. Я повязку наложил, но сам он идти не сможет. Значит так, взяли, понесли. Давай, давай, давай. Давай, мужики, скорее. Ну, шевелите помидорами. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Музыка. Тихо, тихо, тихо. Огонь. Музыка. Там! Отпусти меня! Гальский, за мной! Егоров, прикрой! Встречаются точки 3! Понял! Убрать! Убрать! Давай, давай! Садитесь, к ней! Давай! Быстро! Встреча! 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 Ну, а под конец побывки началась война. Но я, соответственно, в ближайшую часть. С ними я и принял первый бой. Он же и последний. Нас закончились боеприпасом, пошли в контратаку. Там меня и приложили. Оказался уже в плену у немцев. В рабочую группу на плотину сами напросились или заставили? Ну, что греха-то эти. Сами пошел. Ну, потому что тот тип, который нас на работу принимал, он обещал хорошую кормежку. Ну, вот я подумал, подкормлюсь немножко и деру дам. А тут и вы появились. А тот, кто вас набирал, ты из немцев? В том-то и дело, что наш он. Судя по речи, из офицеров. Кажется, инженер он. Фамилия как? Откуда же я знаю? Немцы его называли гер-инженер. И мы его так же называли. Я даже как-то к нему хотел подкатить по поводу побега. А потом понял, что он не за страх, а за совесть у них служит. А это в чем выражалось? Ну, уж больно уважительно они к нему относились. Он на плотину с охраной приезжал, с личной. Часто? Бывало через день, а бывало и по два раза в день. Риддит указания даст и отчаливает. Напишите его. Лет 30, среднего роста, худощавый. Бурюнет, видно он такой. Может, у него какие-то особые приметы есть? Шрамы, родинки, наколки. Есть такое. На левом запястье у него шрам был. Да, точно. Точно. Шрам был. Извините. Ну, что ж, я поздравляю вас. Вы не приняты в отряд. Служу в Советском Союзу. Это ваш муж, я правильно понимаю? Пойду туда прямо сейчас. Я должна сама убедиться. Глупо. Мы далеко отошли, километров двадцати. Да и ночи на дворе. И мне все равно. Пока я сама не увижу, я не поверю. Понимаю, понимаю. Нет. Вы не понимаете. Да нет. Может, как раз я именно и понимаю. Разные в жизни ситуации бывают. Я в тридцать восьмом срок получил. Правда, в сорок первом реабилитировали. В общем, повезло. Длинная история. А вот сейчас, там за линией фронта думают, что, может, мы в плен попали. Может, стали предателями. У меня в оранжи же семья. Жена, сын, дочка. А связи нет никакой. За линией фронта нам пока не перебраться. Что нам делать? Пока здесь останемся, будем сил набираться. Попробуем наладить с нашими связь. Ну, и бить фашистов. Как-то так. А по поводу проверки вашего... Удобряю. То есть, я прям завтра могу туда пойти с утра? Я вам двух бойцов дам. Так безопаснее будет. Спасибо, товарищ командир. Да можете называть меня Юрий Петрович. Нет. Вы командир. Я ваш боец. Давайте соблюдать субординацию. Да? А вы уже боец нашего отряда? Не видел заявления? Ну, я могу написать. Да не стоит бумагу марать. Достаточно будет устного. Слушаю. Товарищ полковник, прошу принять меня в отряд. В качестве бойца. Клянусь служить и бить фашиста. Не жалей ни сил, ни жизни. Ну, что ж, убедительно. Считайте, что ваше заявление одобрено. Вы приняты бойцы нашего отряда. Ну, а раз так, то слушай боевой приказ. Все переживания отставить. Привести себя в порядок. И можешь отдыхать. Слушаюсь, товарищ командир. Что ж, может она нам и пригодится. Кто знает. Где остальные? Только мы ушли. Да и то, если бы не Кузьмак. Что думаешь, командир? Думаю, ждали нас здесь. Да это понятно. Дальше все. Ну, что мы... Уходить надо из этого района. Гацкий, за мной. Егоров, замыкающий. Пошли. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, гриб? У нас в фергане нет гриб, значит, слова такое нет. А что у вас есть в вашей фергане? Яблок есть, урюк есть, дыня есть, виноград есть, арбуз есть. Арбуз, я ка не веду. У нас на юге этого добра навалом. А арбузы у нас такие, что в них жить можно. Ты врешь, такой арбуз не бывать. Какой арбуз темнота-то не русская? Арбуз, говорю, тыква, значит. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет хлеб? Нон. Слушай, Максудов, а как по-вашему будет площадь? Майдан. О, Майдан. Майдан, по-нашему. Значит, право было наш Павитров, что все языки от одного происходят. От какого только не успел сказать. Погиб. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, пулемет? Шайтан мультук. Отстань, Селивана, много болтающих. Да чего не поболтать-то? За хорошей беседой и время быстрее бежит, и дорога короче кажется. Тихо. О, слышишь? Это что такое? Штраус. Сказки Венского леса. Да нет. Каша. Пшеная. Со шквашками. Уходить надо. Давай, туда. Нет. О, Харда. Ничего не боятся. И обустроятся вроде как серьезно. Интересно, какого рождения тут надо? Некогда выяснять. Надо доложить. А может, мы их того. Пощекочен слегка. Совсем дурак, да? Еще немцы могут быть поблизости. Тихо. Тихо. Уходить какую-то, З ago. И все-таки, господа, мне кажется, что из всех тех мест, которые мы успели осмотреть, вот это самое подходящее для аэродрома. А что скажете вы? Боюсь, я мало понимаю в строительстве аэродромов. Зато оба лейтенант Кемке в этом прекрасно понимают. У удобства расположения и близости к инфраструктуре у меня возражений нет. Но есть один нюанс, господин штурманфюрер. Какой же? Плотина. До нее около пяти километров отсюда. А русло реки проходит примерно в пятистах метрах отсюда, вот там, за лесом. Плюс отрицательный рельеф относительно уровня поверхности воды. В общем, в случае гидротехнического прорыва будут неприятности. Что значит неприятности? Я думаю, что об этом лучше спросить у специалиста. Ну, в худшем случае, волнопаводка будет здесь через 20 минут. И какие могут быть последствия? На этом месте образуется небольшое озеро. А почему может быть такой прорыв? Кто знает, землетрясение, ураган, падение метеорита, например. Или диверсия. А, понимаю. Вы об этом инциденте два дня назад. Я могу вас уверить, такое больше никогда не повторится. Охрана плотины значительно усилена. К тому же я уверен, что это была случайная группа русских, которые выходили из окружения. Они ведь даже не пытались повредить объект. Что ж, мое дело предупредить. Да, вы это сделали. И мы это обязательно учтем. И несмотря на это, я настаиваю на том, что аэродром будет именно на этом месте. И 20 минут, между прочим, вполне достаточный срок, чтобы самолеты успели подняться в воздух. Вам виднее? Да. Товарищи, еще недавно мы были окруженцами с боями, пробивающимися к линии фронта. А сейчас мы партизанский отряд, самостоятельная боевая единица. А раз так, то мы клянемся исполнить свой священный долг перед нашей Родиной. Клянемся бить фашистских гадов за слезы наших детей, за боли и страдания наших матерей. До тех пор, пока не внесем наше боевое знамя, вы в поганое логово. Клянемся! 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 Легкой победы я вам не обещаю. Будет много крови, пота и боли. И каждый доживет до этого светлого часа. Но победа будет за нами, и враг будет разбит! Это я вам обещаю! Товарищ полковник. Стряд. Слушай боевой приказ. Борису Жихареву, добровольно сдавшемуся в плен, верой и правдой, служащему фашистским захватчикам, вынести смертный приговор! Если сдавшийся враг еще может рассчитывать на наше помилование, то предатель Родины нет! Приказ привести в исполнение. Командир отряда, полковник Налетов. Вольно. Можете разойтись. Суть по тому, что принимающая сторона тоже не выходит на связь. Что-то произошло. По всей видимости, провал. Ну, то есть, по-твоему, на этой группе можно ставить крест? Я бы не торопился с выводами. Ишь ты, не торопился бы он с выводами. Давай, готовь вторую группу. И с этим бы я тоже не спешил. Уверен, немцы их ждут. Что ты предлагаешь? Я предлагаю еще подождать. Перед вылетом Стряченко предложил высадиться не на сигнальные костры, а чуть в стороне. На всякий случай. Я дал добро. Ага. Думаешь, кто-то из них мог уцелеть? Почему кто-то? Могли и все. Тогда почему они не выходят на связь? Если кому-то удалось выжить, первое, что он должен сделать, это уйти как можно дальше из зоны пеленга местных станций радиоперехвата. А это, по крайней мере, 80-90 километров. Ну да, это понятно. Тем более, если учесть, что пойдут они не по прямой, а петляя, встряхивая возможную погоню, то умножай на два. Так точно. В лучшем случае, двое суток. Которые уже истекли. Но ведь на месте им тоже нужно как-то осмотреться, выяснить обстановку. Да и с рацией могут быть проблемы. Ну, короче, что наверх будем докладывать? Сколько еще ждать? Я думаю, трое суток, не меньше. Потом будем готовить вторую группу. А это еще два дня. Да. Ладно, считай, пять суток у тебя есть. Я пока запрошу данные разведки по этому и прилегающему району. Может, что и выяснится. Давай пока с тобой попытаемся понять, где они могут выйти на связь. Если, конечно, уцелели. Посмотрите. Вот здесь плотина. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Я могу из большей дистанции. Я когда Новорошиловского стрелка сдавала, с 25 метров 92 очка выбила. Ну, тогда были идеальные условия. Никто и ничто вам не мешало. Когда дойдет до дела, будет совсем все по-другому. Давайте попробуем еще раз. Это самое меньшее, что может с вами произойти. Значит, буду стрелять в упор. А вы когда-нибудь в человека стреляли? Сейчас вы скажете, что мне нужно будет стрелять не просто человека, а в отца своего ребенка. Но для меня это вопрос принципиальный. Это должна сделать я. Поэтому прошу закрыть эту тему. Я вас не буду договаривать. Я дам вам двух бойцов. Один будет ждать в условном месте, другой пойдет с вами. А сейчас идите отдыхайте. Есть. Солодовников. Я. Товарищ полковник. Вы, кажется, местный? Да недалече из Нелидов я. Когда шафирил, до войны этого в эти края частенько катался. Пойдете с Верой. Будьте осторожны. Действовать будете по обстановке. Вам все ясно? Так точно. Идите. Есть. Не он? Насчет вообще взяла, что вот тут искать надо. Если он у немцев по технической части, может постоянно и в разъездах быть. А свою работу он должен докладывать. Комендатура здесь, значит начальство. Тоже верно. Ну а если он нынче не появится? Завтра придем. Без документов много не находишься. Патрули вокруг. Да и стемнеет скоро. А ведь они наверняка и комендантский час вели. Значит здесь переночуем. Это что ли? Да, это он. Командир, когда на связи-то выходить будет, то мы таких хорчак долго не протянем. Через два дня. Угу. Нас на боссе уже похоронили. Наградили посмертно. А за что наградили? Тоже верно. Значит просто похоронили. С завтрашнего дня начнем обследовать окрестность. За мной. Делаем как уговорились. Ты стреляешь, я страхую. И не вздумай с ним лясо точить. Подошла, пальнула и ходу. Понятно? Да не здесь ты чего. А мне все равно? А мне нет. Главное местечко найти потише. Тогда шансов будет уйти больше. Прости, у меня что-то нервы совсем к черту. Господин Жихарев. Опять пешком с секретными документами. Подойдите-ка сюда. Отдайте мне ваш портфель. Солдат. Проводите этого человека. Поехали. Поехали. Пойдем. Подержи. Интересно, что за богадельня? Костинец. Откуда знаешь? В немецкой школе учила. И охрану что надо. На рапу тут не проскочишь. Вы идете на биржу труда. Устраиваетесь в эту контору, которая поставляет женщин для развлечений. Там работают одни беженки. Поэтому с трудоустройством не будет проблем. Хотя какую-то проверку надо будет пройти. Издевайтесь. Продолжение следует... Затем вам выдадут документ, с помощью которого вы беспрепятственно попадете в гостиницу. Вам обязательно нужно попасть в 28-й номер. Оттуда вы перелезете по карнизу в 29-й. Это номер Бориса. В общем, как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Время работы строго ограничено. С 18-ти, 30-ти до 22-ти. Сначала нужно будет обезвредить человека, в номер которого вы попадете. Если добавить в алкоголь, ему через 10 наступает что-то вроде обморок. Затем нужно пройти в его номер. В номер нужно попасть до 19-ти 00. В это время он выходит из комендатуры. Номер можно пройти через балкон. Здесь по карнизу. Да. Самое главное. Если что-то пойдет не так, лучше прекратить операцию. Главное это выйти из дома. Там вас встретит группа прикрытия. Ох, че и будут сегодня дела. Ишь, сколько понагнали. Простите, в каком смысле? Новенькая? Вы готовы все. Будет тебе домок от папироски. Ничего, лихая беда начала. Ваито. Аусвайс. Ваито. Аусвайс. Распределяют, кто кому достанется. Чтоб никто ни с кем не сошелся. Каждый раз к разному отправляют. Аусвайс. Шнелер, шнелер. Аусвайс. Ну, Исюм, дуреха. Кто в коне пошел, тот в воду вози. Ну, перетерпишь, в конце концов, как-нибудь. Не могу. Честное слово. Не могу. Что случилось? Двадцать восьмой достал. Да там гад один живет. Немцы его почему зрячий хвостят, а он вот теперь. На нас отыгрывается. Сволочь, одним словом. Тебя как зовут? Зоя. Что? Тебе это Вера. А я Зоя. Идет? Угу. М-м-м. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕВОЖНАЯ 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 МУЗЫКА